Всем привет, ребята! Вас, наверное, интересует сейчас, что такое бестиарий? Что это вообще за новая рубрика? В этой рубрике мы будем с вами разбирать определенных монстров и выяснять, существуют ли они вообще. И, конечно же, попытаемся их найти в местах, где они могут обитать с наибольшей вероятностью. Не спешите говорить, что я странноватый чувачок. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это вымысел и никаких сиреноголовых не существует. Но всегда есть маленькая доля вероятности, согласитесь. Не зря же вы боитесь чего-то, хоть и знаете, что ничего потустороннего нет. Поэтому, мне кажется, это нужно проверить на личном опыте. Для начала разберемся, что такое SCP-фонд. Я думаю, вы все про него слышали, но немного давайте освежим память. Что вообще означает эта аббревиатура SCP? Secure Contain Protect, что переводится как обезопасить, удержать и защитить. Короче, этот фонд, в котором содержатся все монстры, которых вы знаете. Всякие сиреноголовые, кисемиси и так далее. Я знаю, что есть слух о том, что этот фонд на самом деле выдумкой его не существует. Но, подождите, подождите. Есть также слух о том, что это тоже слух для того, чтобы этот фонд мог нас обезопасить от этих монстров. То есть, якобы этот слух сам фонд и пустил. Кстати, есть даже инструкция, как устроиться на работу в SCP-фонд. Для этого вам нужно перейти на их официальный сайт, заполнить там анкету, после чего вернуться опять на главную страницу и нажать кнопку «Подать заявку». Короче, переходим к следующему вопросу. Кто такой скромник? А иначе SCP-96. SCP-96 гуманоидное существо, ростом примерно 2,36 метров. У субъекта наблюдается малое количество мышечной массы. Наблюдение за ним и его анализы показывают легкое недоедание. Руки непропорционально велики по отношению к телу объекта, и длина каждой из них достигает до полутора метров. Задокументированная скорость объекта достигает до 35 км в час. И что самое жуткое, когда он двигается, объекты, встающие на его пути, ему никак не мешают. То есть он может проходить сквозь ним. А также любит стаскивать всякий хлам в место, где он живет. Как найти место, где он обитает? Место, где обитает скромник, где он поселился, очень похоже на обычное заброшенное место, где раньше жили люди. Почему так? Потому что скромник, то есть это существо, не осознает то, что он не человек, потому что он ранее им был. И из-за этого он начинает стаскивать все вещи к себе в логово. И поэтому это выглядит как место, где обидают обычные бомжи. Последние записи о нем в источниках SCP-фонда говорят о том, что он сбежал и больше он нигде не числится. Существо было потеряно, и по сей день оно гуляет на свободе. Последний раз его видели 18 сентября 2005 года. Начало записи. Могли бы вы описать чуть подробнее, пожалуйста? Да, да. Он начал плакать и орать на нас. Не звериное рычание, крик был. Именно человеческий, реально жуткий. Мы открывали по нему огонь, когда он схватил капрала и вырвал у него ногу. А, господи, он кричал, что мы ему помогли, гребаный. Короче, мы поливали цель огнем раз за разом, и ни хрена. И чуть не свалился, когда тварь начала жрать его. И тогда вы приказали применить гранатомет АТ-4Хэт? Противотанковую пушку. Мы ее тосткаем с тех пор, как SCP-96 вырвался на свободу. Я видел, как они разрывают танки, как папиросную бумагу. Это то же самое произошло с целью. SCP-96 получил значительное повреждение. Он даже не дернулся. Продолжал разрывать на части мою команду, только уже без половины туловища. Он все-таки понес ущерб? Если так, то не показывал этого. Он должен был потерять все органы, всю кровь. Но не осознавал этого. Его скелет вообще не был поврежден, наверное. Он продолжал рвать мою команду на части. Значит, фактически никаких структурных повреждений. Сколько очередей, по вашим словам, было выпущено в SCP-096? Как минимум тысячу. Наш стрелок направлял свой галк-19 на него секунд 20. 20 гребаных секунд! Шесть сочин пуль 50-го калибра ушли в эту тварь. С чем же успехом мы могли поплевать на него? Тогда прибыла Зулу-9Б. Ага. Мой отряд исчез. Зулу-9Б удалось надеть мешок ему на голову. И он просто сел. Мы погрузили на него вертолет и перевезли сюда. Не знаю, как мне не удалось увидеть его лицо. Может быть, Господь или Будда, или кто-то там еще. Я должен был жить. Знаю, я такие осел. Мы получили художественную зарисовку и лица SCP-096. Вы хотите посмотреть на него? Знаете, после того, как я слышал гопли этой твари, перейти моих людей, не думаю. Не думаю, что хочу наложить образ на то, что я слышал. Нет. Просто нет. Хорошо. Думаю, здесь мы закончили. Спасибо, капитан. Пусть в записи будет то, что я официально запрашиваю уничтожение SCP-096. Как можно скорее. Конец записи. Ребят, я знаю, насколько это звучит безумно. И насколько это все странно, чем мы сейчас занимаемся. Но мы сейчас собираем вещи. Я звоню своему другу Артему. И мы отправляемся в экскурсию в заброшенные места, где мы будем искать данное существо. И если мы выясним, что данная тварь не существует, вы можете спать спокойно. Алло, Артем. Да, короче, собирай вещи. Сейчас едем SCP-96 искать. Почему я дебил? Короче, возьми с собой фонарик и поесть что-нибудь. Не, не скромнику. Нам с тобой что-то поесть. Все, давай, ждите. Ребят, мы наконец-то добрались на это долбанное место. Мы сюда ехали 2 часа. Это на окраине Питера находится. Мы прочитали в интернете то, что здесь, именно в этой области, находится больше всего заброшенных зданий. Я здесь с Артемом. Привет, ребят. Темно. Он, если честно, вообще не верит в то, что вообще в смысл нашего здесь нахождения. Конечно, не верю. Я взял с собой штатив и фонарик. Хочу сказать, что становится уже реально жутковато. Типа вначале было весело, сейчас уже не очень. Прямо за моей спиной начинаются те заброшенные здания, о которых я говорил. Артем, ты готов? Уже страшно. Ну просто посмотрите, где мы. Ребят, ну вот ищите друзей правильно. Мы уже приблизились к месту. Реально, вот посмотрите, здесь вокруг эти заброшки. Посмотрите на эту. Это вообще жуть какая-то. Просто посмотрите. Короче, объясню вам, чтобы вы понимали, что мы ищем. Мы ищем именно те заброшенные здания, где можно будет найти какие-то вещи человеческие. Ну то есть, типа, какое-то барахло, мусор стащенный. Как я объяснял ранее, скромник обитает в тех местах, где жили люди. Потому что он ассоциирует себя с обычным человеком. Тихо-тихо. Что тут произошло? Насколько я знаю, он не может ничего видеть, но может слышать. То есть, если мы его заметим реально, то... Что это было? Да смотри. Где? Вон там как будто башка. Где? Вот, смотри. Что это? Чё? Чё? Блин, ну иди проверь. Не знаю, иди проверь. Не, серьёзно. Я серьёзно. Почему здесь дерево на входе? Вы видите это? Просто выросло, здание старое. Да что ты, сухое? Бери камеру, иди сам. Нет. Если что, у меня есть вот такая отпугивалка для него. Вот. Что это? Это сгоревшая книга какая-то. Давай туда заглянем. Давай. Жесть, вот кто-то жрал суп, посмотри. Ага, я вижу. Чё это было? Чё это было? Тихо-тихо. Расслабься. Миха не шутит, у нас реально нервы на пределе. Чё-то я думал проще по заброшкам в темноте. Лазит. Капец, здесь тихо, да? Вообще, даже ветра не слышно. Да. Тупо тишина. Мне кажется, даже слышно, как я дышу. Так, идём дальше. Блин. Чё с фонарём, чёл? Почему он слабее стал? Я не знаю, чё за херня? Побей по фонарю. Почему он не работает? Почему он еле светит? Я не пойму. Мик, сделай что-то. Я зарядил его дома. Чтоб вы понимали, у нас остался только фонарик на айфоне. Вот этом. Чиним фонарик. Среди леса. Обалдеть, тут реально отошёл просто проводок, прикинь. Я думаю, что да. Ну, так и знал, что надо двумя. Да, всё нормально. Вот оно, ребят, мы пришли. Пора заходить. Может, ты сам сходишь с камерой с ним? Ага, иди в жопу, давай ты. Смотрите, там какие-то вещи. Ребят, там реально человеческие вещи лежат. Реально. Да. Я не знаю, на монтаже посмотришь, пошли отсюда. Идём. Да всё нормально. Пошли. Ты слышал, ты это ездит? Здесь есть кто-нибудь? Может, там собака? Как вот ребята рисуют тут с баллона? Я боюсь, мне капец стрёмно. Так может, днём. А, ну да. Кто-то человека ел по коже. Давай, надо внутрь залазить, Артём. Я не полезу тут. Зачем я на это согласен? Плохой знак, я очень сильно ударился. Посмотри. Да вообще ты не ударился. Вот, видно. Походу здесь был пожар. Блин, вот как не уходить? Когда за спиной темно будет. Чего это за параши? Вот нахрен кто-то тащит. Вышел в птице. Крысы, да? Да. Походу крысы. Как бы не было стрёмно, но пора делать то, зачем мы сюда пришли. Как вы помните, для того, чтобы вызвать скромника, мы должны посмотреть на его фотографию. Он это чувствует якобы и должен прийти на... Ну, после этого он должен появиться. Или хотя бы дать какие-то знаки своего существования. Смотри. Я правда не знаю, как он это может почувствовать. Видимо, это какие-то радиоволны. Стой! Что? Да я что-то услышал. Мне жутко только смотреть на его пасть. На твоем месте его б не обзывал. Ладно. Это был не я. Чего? Там. Есть кто-то. Дверь есть? Да. Тихо. Стой. Ты слышишь это? Оттуда звук как бы... Все, все, все. Бальда, стой. Стой. Пошли проверим. Что-то я пересрал, мне кажется. Там никого ничего нет. Ты слышал вообще это? Или ты мне показал? Да слышал я. Стоп, стоп, тихо. Стой. Что это за херни? Что это орало? Что это орало? Забирай, забирай. Держи. Пиздец. Ребята, это просто пипец. Ребята, это... Мик, что это было? Выключай, выключай. На этом моменте я буквально наделал себе в штаны. Я не знаю, что мы там видели. Плод это нашего больного воображения? Или это реально чья-то голова? Ну, вы просто посмотрите на эту картинку. Каждый шорок тебе кажется страшным. Каждый звук тебе... Твое воображение из каждого звука дорисовывает какого-то монстра. Как вы поняли, на этом наша экскурсия была окончена. Поэтому вывод такой, ребят. Данные из CP фонда говорят об одном. Видели мы на деле совсем другое. Скромника мы не видели. Мой вердикт таков. Скромника не существует. Но что-то, что нас очень сильно напугало, там было. И что это, я не знаю, к сожалению. Возможно, вы можете разобрать эти кадры. И посмотрите, напишите сами в комментарии, что это может быть. А на этом этот выпуск заканчивается. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Не просто так подписывайтесь. А подписывайтесь для того, чтобы когда выйдет вторая часть, вы ее не пропустили. А на этом я с вами прощаюсь. Всем SCP.